Доброго времени суток, друзья! Сегодня я делюсь с вами вот таким мультяшным бычком брошь-бычок. Можно взять готовый шаблон, можно нарисовать самим. Как нарисовать шаблон, вернее сделать, оставляю ссылку и подсказку. Затем вы используете акриловые краски, либо вышивка, либо фетр разного цвета. А тут именно белый, черный и розовый. Можно взять основу белого, потом розовый и черный, сверху места пришить. Нужного цвета. Мы пришили канитель, теперь пришиваем бисертоха номер 8 вот сюда. Пришиваем 2-3 раза. Как пришить канитель, тоже оставляю ссылку и подсказку, как пришить канитель по линиям рисунка. Глазик я взяла вот такой матовый, матовую бисерину и пришиваю ее вот сюда. Нанизываю. Далее взяла бисерину белую, размер 15 и возвращаюсь в то же место, с которого я вышла. Пришиваем несколько раз. Взяла рубку розовую, бисер, еще рубку 379, но этот цвет у меня номер 379 и номер 15, вернее размер 15, тоже 379 номер. И начиная вот отсюда. Пришиваю каждую бисерину дважды. В хаотичном порядке мы пришиваем каждую бисерину дважды. Если бисерина большая, номер 8 или бусины, пришиваем 3 раза. Куда у нас не пришивается рубка, мы пришиваем бисер номер, размер 15, также пришиваем дважды. Выкладываем бисеринки так, чтобы у нас не было пробелов, но и в то же время мы не вытесняем конетель, не пришиваем так, чтобы у нас конетель сдвигалась, либо бисеринка сдвигалась. Обязательно пришиваем дважды. Далее взяла розовую конетель 1,25, жесткую, слегка растянула и пришиваю вот сюда к грудке. Кончик пришиваем 2,3, вернее кончик пришиваем 3-4 раза. Далее отступаем 3 миллиметрика. То есть укладываем конетель, пришиваем, укладываем, пришиваем. Теперь я пришиваю бисер размер 15, розовый, который уже использовала. Пришила бисерину, отступила ее расстояние, нанизала, вернулась в предыдущий. Так я пришиваю рядок. Рядом с конетелью жесткой мы вот так вот пришиваем. Пришили. Вверху я сделала стяжечку, где буквально 3 бисеринки. А далее я показываю вам здесь, если кто не знает, как делать стяжку. Я прохожу все бисерины. Не пропускаем. И с изнаночной стороны 3 оборота. Слегка натянули 3 оборота. Готово. Далее начинаю с серединки пришивать руку. Пришиваю так. Одну горизонтально, другую вертикально. В шахматном порядке. Пришиваем так же дважды. Мне кажется, так будет красивее. В шахматном порядке. Одно так, одно так. Эффект намного лучше, чем просто в хаотичном порядке. Там, где у нас остаются маленькие участки, мы пришиваем размер 15. Я взяла две рубки, но использую одну. Вот так у нас получилось. Очень круто смотрится в шахматном порядке. Далее взяла черную канитель, слегка растянула. И вот здесь я пришиваю. И заполняю черным бисером номер 15. Пришиваю я рядком, буквально там по 4-5 бисеринок. Делаю стяжку. Не 4, 5, 6, 7 бисеринок. Делаю стяжечку. Здесь поступим так же. Хвостик. Буквально несколько бисеринок черных. Номер 15. Размер 15. Всегда путаю размер и номер. Это место мы тоже заполняем черным бисером. Бисер размер 15. В хаотичном порядке. Пришивая каждую бисерину дважды. Укладываем внимательно, чтобы не было пробелов у нас. Вот так получилось. Далее взяла рубку. И бисер размер 15. Одинаковый цвет. 981. И начинаю так же пришивать серединки дважды. Одна у меня идет горизонтально, как на грудке. Другая вертикально. Где остается маленький участок, мы пришиваем номер 15. Также дважды. Круто смотрится. Эффект нереальный. Вот этот бисер, который мы использовали, мы его пришиваем к ушку. Пришиваем в хаотичном порядке. Каждую бисерину дважды. Где у нас белый участок, то мы пришили. Размер 15 белый. Теперь я беру тоха оранжевый прозрачный бисер. И буквально несколько бисеринок пришиваю. Со вторым поступаю так же. Далее ушко пришиваем. Розовый бисер размер 15. Может кто-то хочет пришить номер 11. Не важно. Черное место я заполню вот таким бисером. Прозрачно. Хотя можно было использовать и черный, но мне почему-то вот сюда захотелось. Вот такой бисер. Смотрится круто. Ну и все. Мы идем к завершению. Остальное заполняем белым. Также не в хаотичном порядке, а в шахматном порядке. Одну мы пришиваем вертикально, другую горизонтально. Пришиваем дважды. Где у нас маленький участок, пришиваем номер 15. Размер 15. Пришиваем так, чтобы мы не выталкивали ни канитель, ни соседнюю бисерину. Но и стараемся так, чтобы у нас не было пробелов. Все очень просто и очень красиво. Отличный подарок новому году. Как взрослому, так и подростку ребенку. А главное, что это своими руками. Вот такая красота у нас получилась. Срезаем ненужный фетр. Лучше, наверное, и быть не может. А может и может. Что мы делаем теперь? Мы делаем тыльную сторону. Оставляю ссылку вам и подсказку. Ссылка в описании под видео. Такие шаблончики тоже оставляю вам. Ссылку в описании под видео, где можно приобрести такой шаблончик. Но шаблончик вы можете всегда нарисовать сами. Я вам желаю удачи. До новых встреч.